Как я тоже люблю говорить, что Кинг не умеет писать плохо, что даже список покупок, если он напишет в магазин, ты его прочитаешь, и ты будешь потом там волосы у тебя в носу поседеют, не будешь, можешь спать там, по врачам ходить лечиться. Но в последнее время, конечно, он очень сильно сдал, ну как сдал, ну тексты уже не такие цепляющие миллионы, да, то есть, но тоже, как я очень люблю на эту тему говорить, Стивен Кинг, он как писатель, он как мастер по боксу, да, то есть он может давно уже не выступает в первой лиге, да, там не выходит на ринг, но если он тебе ударит, то ты ляжешь, да, вот, и Кинг так же, он может написать все, что угодно, но это будет очень так завлекательно, хорошо, но уже не то, уже не рекордсмен, он не чемпион. Вот, потому что, к сожалению, у каждого писателя есть такое понятие, как творческая жизнь, да, то есть, творческая жизнь, как правило, она короче, чем жизнь писателя в целом. И кто-то иногда понимает это, да, то есть Кинг Кизи, например, в свое время понял, но потом опять передумал, и очень зря, что он передумал, потому что надо было остановиться на том, что он написал. Опять же, Харпер Ли, да, вот «Убит пересмешника», автор одного романа, который на фоне всеобщего успеха написал продолжение, и все сказали, что лучше бы не писала. Умберто Эко, да, то есть, вот если казалось, имя Розы, роман, который он написал 50 лет, 50 лет человек писал роман, роман гениальный, но все, что выходило после этого тоже, ну, какие-то его такие нон-фикшн, да, там, мыслительная работа, они еще интересны, да, вот именно, что касается художественной прозы, уже такого форора не произвело. Тут нужно, конечно, в идеале автор понимает, что все, я все, что хотел сказать, я сказал, мысли закончились, пора уступить дорогу другим. Ну, некоторые не понимают, дальше пишут, ну, так тоже бывает, к сожалению. КОНЕЦ